Сейчас перед нами выступит Михаил, он расскажет нам интересную тему про стейдж 3D и... Про движки. Да, про движки. В общем, смотрю, много интересующихся, так что давай немножко успокоимся и предоставим слово Михаилу. Окей. Я буду, я извиняюсь, что буду сидя, потому что у меня нету помощника здесь, чтобы он мне переворачивал слайды, и одновременно не могу устоять и переворачивать слайды, потому что я буду показывать много демонстраций, так как я верю в то, что люди обычно любят больше видеть, чем просто слышать. Во-вторых, я не с Украины, я с Израиля, и у меня русский язык немного хромает, то есть определенные понятия, они будут, то, что относится к программированию, они, может, не будут так звучать, как вы привыкли, но думаю, если здесь большинство собрались программисты, то меня поймут. Окей, немного о себе, я живу в Израиле, я уехал туда с России 13 лет назад, когда мне было 18 лет, я работаю ведущим программистом в израильском стартапе, который очень сильно сейчас и быстро развивается. Мы работаем в сфере ADHD, по-вашему, это SDVG, не помню точно, как расшифровывать, но это в сфере неврологии, и мы разработали алгоритм, очень революционный, на котором сегодня можно детей проверять намного лучше на SDVG, и общее, на самом деле, наше с флешем, то, что наши диагностические программы, они основаны на флеше. Также был период, что мы работали над огромным проектом, в котором были задействованы, то есть дети с 7 до 10 лет, и мы разработали очень много игр, развивающихся, которые были, это, то есть, 3 года назад, это был первый раз, что я затронул трехмерные движки во флеше, потому что большая часть из этих игр, они были сделаны на OA3D, то есть, когда я с этого начал примерно. В свое свободное время я занимаюсь еще технологиями другими, как стейч, то есть, понятно, все же связано с стейч 3D, Unity, Unreal Engine, OpenGL. Люди могут сходить в мой блог, то есть, наверное, люди, которые занимаются трехмерной графикой во флеше, знают мой блог, я там публикую всякие технические демо, еще всякие интересные вещи. Окей, я хотел бы задать несколько вопросов, и тут присутствующих, потому что хочу понять, на самом деле, насколько мы тут друг друга понимаем, и о чем я буду говорить. Хочу, чтобы подняли руки те, кто вообще когда-то занимался трехмерной графикой во флеше. О, на самом деле классно мы тут поймем друг друга. Кто работал уже с стейч 3D-движком каким-нибудь? Выпускал уже коммерческие проекты, кто с одним из движков стейч 3D? И кто здесь из всех движков трехмерных работал с альтернативой? Окей, то есть, мне альтернативу гнать сильно не надо, потому что потом уже тебя не выйду отсюда. Окей, в общем, сразу подойдем к проблеме. То есть, как видите, как видели заголовок лекции, то есть, путеводитель по выживанию, survival guide. То есть, проблема сегодня заключается в том, что сегодня разработчик или фирма получает клиента, который хочет, чтобы ему создали высококачественный контент, то есть, игру трехмерную. И всегда они хотят, чтобы это сделали за нереальные сроки, и чтобы это выглядело минимум как Unreal Tournament. И то есть, я тут говорю, в принципе, о людях, которые на самом деле никогда не делали коммерческие продукты, используя трехмерные движки. И сегодня перед вами, на самом деле, серьезная проблема. У вас есть огромный выбор движков, которые вы можете использовать. То есть, я тут, как вы видите сейчас на слайде, я тут только написал лого самых, в принципе, известных и больших. И есть на самом деле очень много. И когда вы должны сделать выбор, какой движок вы будете использовать, то есть, я при этом имею в виду, что у вас нет времени, я предполагаю, что у вас нет времени разрабатывать свой движок, потому что разрабатывать свой движок, это совсем другая история. То есть, на самом деле, вы можете подумать, ну что я возьму, альтернативу я возьму, A3D, Flair 3D или что-то другое. И на самом деле вопрос стоит в том, как вам сделать правильный выбор и затратить минимум времени, то есть, на изучение движка и в самые короткие сроки, то есть, успешно закончить эту разработку, довести ее до конца, чтобы она выглядела минимум, как игра, которую вы здесь видите. Окей, то есть, краткий список сегодняшних движков, которые вы можете найти на рынке, которые все эти движки работают на стейдж 3D. На самом деле, это не все. Есть много, и, примерно, каждую пару недель кто-то за твиттером следит, есть еще какой-то фреймворк появляется. То есть, сегодня запустить, поднять движок, сделать движок на стейдж 3D, то есть, люди, которые приходят к работе когда-то с OpenGL или DirectX, это очень просто, на самом деле. Сделать хороший движок, это на самом деле проблема. Окей, то есть, как видите, много движков. Как мы их можем выбрать? Также двухмерные движки я хочу показать. То есть, я показываю все, в принципе, движки, то есть, трехмерные и двухмерные, которые все основаны на стейдж 3D, которые сегодня находят доступны для вас. Например, тут, как вы видите, Starling, то есть, фреймворк, который уже, я бы сказал, прожужжали ею все уши. Очень хороший фреймворк в том плане, что она имитирует дисплейлист стейдж обыкновенно. На самом деле, это работает на GPU. Кстати, сейчас они выпустили новую версию на этой неделе, потому что прошлая версия была очень плохая, она очень плохо работала. То есть, я взял просто ее, переделал, и я получил примерно 200% дополнительных FPS. Эта версия, которую они сейчас уже выпустили, она намного лучше. На самом деле, они там выполняют бетчинг, то есть, они не каждый фрейм, не каждый элемент, они его запускают в GPU на каждый раз, когда его нужно перерисовать. Сейчас они уже это запускают в одном буфере. очень много элементов, поэтому сейчас, на самом деле, это работает очень быстро. Также есть движки, которые, движки частиц, на русском, правильно, частицы, это партикас. То есть, есть флинт, есть тоже старлинг вам позволяет делать частицы, есть ND2D, если кто-то знаком, то есть, у него есть два движка, есть трехмерный, это двухмерный. Кстати, тут, на самом деле, я сейчас вам покажу пару демок, которые я сделал. Я, то есть, я, то есть, я ссор, код-девелопер Флинт, то есть, я помогаю Ричард Лорд, кто его знает, который изначально разработал этот фреймворк, я ему помогаю интегрировать туда все трехмерные движки, то есть, на сегодняшний день, если кто не знает, проблема в том, что в этой сфере тоже пиар, это очень важно. То есть, сегодня все говорят старлинг-старлинг, но люди забыли, что Флинт, например, сегодня это единственный фреймворк, который имеет возможность подключить все основные движки, то есть, A3D, F3D, альтернаты, вы можете подключиться к Флинту, я где-то полгода назад написал все эти модули, и сегодня я уже работаю над экспериментальным модулем, который уже работает чисто с T4D, то есть, для двухмерной версии Флинт, и следующая это уже будет версия трехмерная, то есть, я вам могу показать, что сейчас видите пару демо, там, где вы можете, то есть, я запускаю примерно 24 тысячи частиц с очень неплохими эффектами, которых нету у старлинга, например. Например, вот такая вещь. Это экспериментальная версия, ее пока нельзя в online найти. То есть, как вы видите, 24 тысячи частиц в данный момент, они работают с физическими эффектами, и этот компьютер, его графическая карта, она относительно слабая, но все равно, как вы видите, то есть, она дает 25 в среднем FPS. Покажу вам еще кое-какую вещь. Например, здесь у вас есть интеракция, это называется, то есть, Флинт, он работает с такими физическими модулями, которые можно подключать. Например, то есть, прошлый модуль назывался Gravity Wear, и этот эффект это mouse anti-gravity, то есть, там, где появляется мышь, видите, она начинает отталкивать частиц. То есть, я мог, в принципе, если у меня была графическая карта чуть посереднее на этом компьютере, я бы мог тут зарядить 60-70 тысяч частиц, и они бы все бежали примерно на 35-40 FPS, то есть, я проверял на домашнем, на более мощном компьютере, и это то, что я там получал. То есть, в ближайшие месяцы Флинт получит это все. Ой, извиняюсь, Антон. В Флинт все это будет доступно для вас, вы сможете это пользоваться, и другие пока что фреймворки, которые поставляют частицы, у них нет таких способностей. Окей, так, давайте вернемся к теме, то есть, в конце концов, трехмерные движки. На самом деле, какой из них лучший? То есть, задается вопрос, какой. То есть, сегодня мы говорим, в принципе, только о трех, из них альтернативой я буду говорить меньше всего. Во-первых, потому что тут людей с альтернативой тут много, у них будет достаточно времени рассказать о своем движке. И во-вторых, что я на самом деле не эксперт по альтернативе, то есть, я им пользовался. Я делал кое-какие демо для сравнения с другими движками, но моя экспертиза — это Way3D и Flair3D. Way3D я написал книгу, выпустил в прошлом году от издательства ПАК, называется Way3D Cookbook. Это была версия 3.6, еще до того, как вышел в мод. В принципе, на самом деле, уже когда посередине книги вышла четвертая версия, я понял, что, в принципе, я попал, потому что я потратил год на это. То есть, все равно люди покупали и покупают до сих пор, потому что Way3D сделали хорошую работу с перехода, с версии 3 на 4, но все равно моя книга очень быстро устарела. Примерно с того момента, когда вы объявили четвертую версию, моя книга устарела. И, то есть, какой на самом деле этих движков он может стать хорошей? Я говорю, не один из них, и это, на самом деле, то, что они плохие все, да, но просто ты не можешь, нельзя движки просто сказать про движок, вот этот движок, он самый лучший, этот нет, потому что все зависит, на самом деле, что вам надо, то есть для вашего проекта конкретного, какие более факторы являются важными в самой разработке. То есть определенный движок вам подойдет больше, если вы разрабатываете шутер, другой движок может быть лучше, если вы разрабатываете виртуальный мир или что-то другое, типа, мимо OJP. Потому что каждый из них, он на самом деле выигрывает и проигрывает другому в определенных своих категориях, которые, то есть, из своих составных частей. То есть я, как тут список, что вы видите, я на самом деле, это список, который я сам себе создал, когда я, то есть, сравниваю движки, я советую, если вы хотите себе сэкономить время при выборе правильного движка, то есть, я думаю, вот эти категории не самые оптимальные, по которым вы можете сделать правильное сравнение и решить себе, какой движок вам подойдет. То есть это производительность, функциональность, сложность, изучение, продуктивность, специальные настройки, техническая поддержка, на самом деле, в конце концов затраты, сколько, то есть будете ли вы покупать движок или вы будете пользоваться движком бесплатным, как у A3D, например. Сейчас мы пройдем по всем этим категориям, и я вкратце объясню, потому что на самом деле времени у нас мало. Окей, производительность. На самом деле, производительность в интернете очень часто можно увидеть людей, окей, этот движок, он классный, потому что он может там 500 тысяч полигонов рисовать со скоростью 60 фпс. То есть это движок самый крутой. На самом деле не так, потому что я сейчас покажу вам демонстрации, то есть и покажу вам граф, на котором есть результаты сравнения между A3D и альтернативой A3D, и вы увидите на самом деле, что это не главный факт, потому что в принципе они в этом плане, в плане производительности, они относительно одинаковые. Нету большой разницы в плане производительности, по крайней мере, тех сцен, которые я сейчас покажу, потому что я не показываю тут какие-то, я не построил сейчас игру и сделал репортинг на три разных движка. Я просто тут делаю тестинг, используя примитивы, и на них основываются результаты. Я покажу минутку демо, то есть результаты демо, они основаны на другом компьютере, у которого графическая карта намного сильнее, но я хочу показать просто визуально, как эти демо все выглядят, потом уже после конференции я все это загружу в свой блог, люди смогут потом поиграться над всякими параметрами. Те, кто уже у меня были на блоге, знают, у меня есть такие же вещи для прошлых версий, для Flash Player 10. Начнем с альтернативы. Специально для Антона Локла, присутствующего. Здесь, в принципе, сделаем, нагрузим, сделаем сюда материал. Делаем максимум. Сейчас здесь бежит 1260 примитивов, здесь двойное освещение, то есть каждый примитив здесь это сфера, которая состоит из 84 полигонов. Как вы видите, даже на этом слабом компьютере мы получаем примерно 30 fps. Каждый примитив здесь получает два источника света. То есть, в принципе, все вторые два демо, я вам сейчас покажу вкратце, потому что на самом деле мы все успели, это для Away 3D, они точно такие же в плане, то есть я писал, старался, чтобы он был как можно больше порт, то есть количество треугольных, полигонов на сцене, оно точно такое же. Если вы увидите, что из-за того, что шейдеры в разных движках, они, имплементация их, чуть другая, то есть вы увидите, что тут эффект, на стороне того, что те же самые цвета, я применял световых источников и материалов, все равно из-за того, что шейдеры, они немного разные, эффект выглядит по-другому. То есть вы увидите, тут показывается фреймрейм, фреймрейм чуть-чуть ниже, чем у альтернативы, и потом вам покажу на графе, вы увидите, что на самом деле это так. И флейм 3D, флейм 3D, сейчас поставлю. Флейм 3D, вы видите, он чуть прыгает в FPS, но если среднее архметическое брать, он тоже будет где-то 35-40, в каждой фрейме вырисовка. То есть давайте посмотрим на самом деле результат. Окей, то есть то, что вы тут видите, тут график, то есть начнем с высоких столбиков, то есть это в принципе файл сайз, это я просто хотел понять на самом деле, когда ты компилируешь, какой из движков дает самый большой размер самого файла, то есть флейм 3D, вы видите, он более большой, чем другие, но на самом деле, то есть на самом деле они должны поработать может над оптимизацией для компиляции. Флейм 3D, альтернативы, они более компактные, теперь подойдем к интересу, например, синие столбики, это я просто вам не показал в демо, потому что не было времени, но это проверка, когда мы только используем, то есть без источников света, FPS, но это без источников света, вы как видите, что альтернатива здесь берет, в принципе, отрывается от них заметно, она дает 52, так как в 3D только 37 FPS, и в 3D 40, когда мы использовали, как я вам сейчас показал, два источника света, то альтернатива упала немного, и флейр вырос, флейр дает на самом деле самый высокий FPS, ауэй 3D примерно так же, как альтернатива, эти цифры, они основываются на среднем арифметическом, потому что, как вы видели, FPS, он прыгает, он опускается примерно до 25, и поднимается до 55, поэтому я взял просто среднее арифметическое самого низкого FPS, самого высокого, и эти цифры, они на этом основываются. Рам немаловажно, вы как видите, что ауэй и альтернатива, у них рам на самом деле самые низкие во время демо, и в 3D они должны поработать на самом деле, что касается этого, чуть-чуть выше. Но на самом деле, эти цифры, я могу сказать, потому что я проверял на нескольких компьютерах, это я взял с одного компьютера, на других компьютерах вы можете получить, что эти цифры, по сравнению одну к другому, они очень сильно приближаются, то есть, в конце концов, производительность, она очень у этих движков похожа, если мы просто делаем вот такие простые тесты. Я хочу показать еще тест, который я сделал, что касается анимационных моделей, скинов, что тут мы, например, можем увидеть чуть-чуть другой результат. Тут я заряжаю 1600 моделей анимационных, которые одновременно все работают у них bone animation, и тут результат, я могу сказать, что, например, я очень довольный результатом Flat 3D, Flat 3D, он очень быстро, потому что музыка есть. То есть, дискотека такая получилась и 1600, каждая модель, она содержит 460 полигонов, и, как вы видите, FPS он очень высокий, то есть, средний FPS он тоже прыгает, то есть, средний FPS он примерно 40. Также модели подгружаются очень быстро, потому что Flat 3D использует свой бинарный формат, который на сегодняшний день можно с 3D, с Max экспортировать, потому что у Альтернативы 3D тоже есть свой формат, но в последний раз, когда я им пользовался, анимацию он до сих пор не поддерживал. Альтернативы, я вам покажу. Альтернативы 3D, оно берет больше времени. Извините, альтернативы 3D, я считаю, они должны чуть-чуть оптимизировать это колада изначально, то есть, пока что у них только колада поддерживает анимационные модели, и, во-первых, парсинг колады, он берет тут намного больше времени, чем если мы сравним, например, с флэр 3D, если вы видите, FPS он очень низкий, то есть, это то же самое количество моделей, та же самая анимация, и код, то есть, я не могу сказать, что код тот же самый, потому что альтернатива для того, чтобы внести модель анимационную, ее играть, нужно написать код чуть-чуть по-другому, но и все эти объекты, они клоны, то есть, я их планировал, это не для того, чтобы максимум получить производительность, но все равно, вы видите, что FPS тут очень низкий, я надеюсь, что альтернатива, можно быть, в скорое время смогут оптимизировать это дело. AWAY 3D, кстати, очень неплохо дает результаты, тут, вы можете посмотреть, что AWAY 3D мы имеем в среднем, хотя, все равно, они оба намного меньше, чем в AWAY 3D, как вы видите, но тут больше, тут мы получаем примерно 15-16, на этом компьютере, этот компьютер, на самом деле, слабый, у него карта экологическая слабая, то есть, на другом компьютере, я тут получал примерно 25, и альтернативы, я получал примерно 10-12, окей, то есть, вы видите, что касается анимации, тоже, то есть, тут мы уже видим более значительную разницу, например, в FLARE 3D мы видим, что тут, на самом деле, он отрывается от двух других, и поэтому, на самом деле, если вы будете сравнивать всякие другие части движков, вы можете увидеть, что какой-то из этих движков, он там лучше, или хуже, функциональность, в плане функциональности, что мы имеем ввиду, функциональность, что движок содержит, то есть, когда вы берете движок, вам интересно знать, какие инструменты он с собой несет, потому что, когда мы говорим о фирмах, которые, на самом деле, не имеют своих движков, они хотят взять движок, они хотят взять еще какой-то движок, чтобы он включался, в принципе, все, что им нужно для того, чтобы завершить разработку, то есть, самое последнее, что вы хотите, я уверен, делать, это, что вы вдруг получаете движок, в котором какой-то модуль, который вам важен, отсутствует, тогда вы должны или расширять этот движок, или переходить на другой, потому что этот движок, например, он закрыт, и вы не можете в него влезть и начинать его посредять себе, и, в принципе, любой трехмерный движок, не только Flash, а любой трехмерный движок, он состоит из следующих важных модулей, которые вы здесь видите, я подчеркнул только те, насчет которых, в принципе, актуальны наши движки Flash, то есть, потому что, например, если мы говорим о rendering system, я не буду туда вообще заходить, потому что это очень сложный разговор, и каждый движок делает по-другому, на самом деле, когда мы смотрим на трехмерные движки по Flash, нам очень важно, как мы будем, на самом деле, вносить, то есть, файлы с трехмерных программ, то есть, модели, насколько форматов поддерживается, нам важно знать, сколько у нас, какие у нас системы освещения, какие виды освещения мы можем использовать, нам важно материалы, то есть, библиотека материалов, потому что, на самом деле, материалы, это, на конце концов, вид, который мы придаем нашей аппликации, нам также важны дополнительные модули, например, физика, искусственный интеллект, движки ЧСИС, если, включает ли движок этот, эти вещи или нет, вещи, которые не подчеркнуло, например, GUI, это, то есть, во Flash это не очень актуально, потому что, на самом деле, во Flash очень легко делать GUI, то есть, которые, например, с Unity работают, они знают, насколько там система GUI, она очень сложная, во Flash у вас мы можем делать сами, или альтернативу, например, сейчас выпустили, кто знает тоже свою систему, GUI, который я еще с ней не копался, но я посмотрел, она выглядит очень удобно для пользования. Окей, тут есть несколько таблиц, которые, на самом деле, показывают вам, что есть в каждом из этих движков, по этим всем категориям, которые я сейчас покажал выше, я не буду на них останавливаться, на самом деле, потому что кто-то потом захочет, сможет у меня увидеть в моем сайте это все, тут очень много сравнений, например, тут вот это, как видите, это таблиц, я даю сравнение, на какие форматы поддерживает каждый из движков, какие нет. Потом, на следующем мы видим, какие системы освещения существуют в каждом из этих движков, на самом деле, альтернатива, тут она берет покрутную, она имеет 4 вида освещения, другие движки имеют только 2. материалы, в плане материалов, в плане материалов, он всегда, на самом деле, являлся движком, что у него больше всего всяких различных материалов, там команда очень сильно работает всегда над всякими классными шейдерами, фляр 3D альтернатива, они не дают такие возможности, но они дают возможность расширения, вы можете сами себе писать материалы, какие вы хотите. Примитивы, тоже примитивов, всегда можно и в прошлых версиях больше всего можно было примитивов найти оэй 3D, альтернативы, афляр, они дают меньше примитивов, но я думаю, что это в принципе это самое, меньше вас должно интересовать примитивов, потому что малость, я не мог видеть много игр трехмерных, которые использовали примитивы, в основном всегда это модели, которые приходят с внешних программ, и поэтому важно на самом деле какие форматы поддерживают эти движки. Физика, AI, партиклские я сказал, то есть тут можно, я чуть остановлюсь, то есть оэй 3D, кто знает, интегрирует уже свой физический движок, насчет которого я потом покажу тут, demos connect, это движок, он, кто знает, bullet, это самый, то есть самый лучший сегодня движок, который написан в JNC+++, который он open source, они его портировали флеш, он работает на алчины, кто знает, и на самом деле движок он очень оптимизированный. Я видел сегодня движок альтернативы, которые они тоже выпустили, тоже движок очень хороший, я в прежнем время напишу какую-нибудь статью ихнего сравнения. Также вы можете использовать Jiglib, кто знает, что это библиотека, которая уже давно работала с этими движками, она сейчас поддерживает уже и версии новые. Что касается AI, пока что никто из них не содержит никакую библиотеку искусственного интеллекта. Away 3D, то что вы видите, это библиотека, над которой я работаю, для Away 3D, но я уже работал где-то, наверное, полгода, потому что у меня очень мало времени, если я когда-нибудь ее закончу, то может она будет доступна для пользователей Away 3D. И частицы, мы уже говорили, Flint сегодня поддерживает все эти движки, но также альтернатива, я знаю, что Max вообще тут присутствует? Max 3D, нет? Должен был прийти, не пришел. Ну тут Max, есть один человек, который работает партнером с альтернативой, он мне сказал недавно, что тоже они работают над своим собственным движком частиц, пока что он еще не вошел, то есть они еще не выпущены. И в 3D имеют свои частицы, которые на самом деле очень быстро работают, я вам это покажу чуть попозже. Окей, сложность обучения. В принципе, если все, то есть все API этих движков, они в плане пользователя они очень похожи, то на самом деле есть определенные вещи, как например интеграция анимативных моделей, она чуть-чуть по-другому работает в каждом из них, но в принципе это то же самое, это то есть типичные движки, которые основаны на парадигме сценграф, то есть есть стейдж, к нему вы добавляете чат, то есть это работает так на этих всех движках, и то есть если кто-то когда-то даже начал работать с Paper Vision, очень быстро сможет сегодня переключиться на каждый из этих движков, потому что очень много между ними общего, как выглядит внешний API, который они дают своим юзерам. понятно, что если вы разрабатываете серьезные проекты, вам важно иметь разработчиков с неплохим знанием математики, потому что я не вижу сегодня, как можно разработать какой-то серьезный трехмерный проект, если у вас нету этих базовых знаний, в интернете есть полно информации, можно все выучить или даже перекатать, всегда есть примеры на любой движок, очень много всяких примеров, как делать такие или другие вещи. продуктивность. Что я имею ввиду продуктивность? Продуктивность это сколько кода вам нужно будет написать, чтобы достигнуть определенную задачу, то есть, например, я могу вам сказать, что Flare 3D они выпустили свой ID сегодня, с которым вы можете составлять сцены, используя внешние модели очень-очень-очень быстро, то есть, я вам сейчас покажу эту демо, которую я делал специально для этой лекции, которую я примерно сделал где-то за 20 часов, если это в общем, в плане по вечерам я сидел пару часов, и то мне это ушло только время для того, чтобы сделать правильно поставить модель, потому что я не моделист по профессии, программист, и поэтому мне больше времени это все составить. То есть, очень быстро вы можете делать, если у вас такие инструменты, вы можете сократить количество времени, что у вас идет на разработку, также Flare 3D вам дает сегодня свой шейдерный язык, то есть, в принципе, эта абстракция, он основывается понятно на Adjar, если кто-то когда-то писал код на Adjar, он понимает, что это очень неудобно, даже если вы уже знаете, знакомы с всеми обходами, тут это более похоже на OpenGL, я вам тоже сейчас это покажу, и у Flare 3D API он очень, на самом деле, простой, то есть, вы пишете, то есть, сцену можете запускать с тремя-четырьмя строчками, и очень, они сделали очень компактный API, который сокращает очень много времени, я вам сейчас покажу Flare Studio, сейчас вам покажу демо, которое я сделал, используя его, арт там не самый крутой, еще раз я извиняюсь, я программист, я не дизайнер, окей, то есть, тут есть такой замок, как вы видите, тут очень много геометрии, то есть, он, все, все, что есть в поле зрения, его, то есть, во Фрустуме, каждый раз, это примерно в среднем 230, 230, 240 тысяч полигонов, этот характер он моментен, тут, вы видите, систему частиц, это их, это их, это их, не анативная система частиц, она, как вы видите, тут очень много частиц, и на самом деле, в PS, мы все равно имеем примерно 30-40, что еще, этот слоненок, он умеет летать, то есть, увидите, что тут есть определенная физика, флэр 3D, они работают над своим движком, до сих пор, тут есть базисные коллайдеры, то есть, например, которые ты добавляешь к сцене, ты можешь, то есть, ходить, и сталкиваться с, сталкиваться со стенами, и со, с полом, то есть, я не делал коллайдеры для стен для того, чтобы на самом деле, оптимизация у меня была максимальная, а я сделал только коллайдеры для пола, каждый, то есть, каждый этаж, у него на полу есть коллайдер, весь, то есть, все вот эти горы вокруг, это, то есть, это полностью шейдер, я взял шейдеры базисные, которые есть у флэр 3D, чуть его переписал, для того, чтобы это все было динамически, то есть, я просто загружаю туда хейтмэп, и оно мне производит все эти горы, то есть, вы видите, тут норман мэпс, освещение, все на самом деле, то есть, если бы у меня было чуть больше времени, или помощник, который умеет делать классный арт, то есть, я бы могу, например, за 20 часов сделать неплохую игру, и Faire Studio, на самом деле, упрощает очень много работы, окей, я сейчас открою вам Faire Studio, который я получил от команды Faire, потому что я с ними сотрудничаю в определенной сфере, эта программа до сих пор еще недоступна для всех, она находится на Private Beta, как вы видите, очень похожа чем-то на Flash, ID, хотя это не Flash, это программа сделана в R, мы можем сюда просто бросать модели, F3D это формат, это нативный формат Faire, очень компактный, просто мы его можем бросить в окно, и у нас есть модель уже готова, как вы видите, тут есть таймлайн, уже с анимацией, анимация, которая была вместе с этим, с этой моделью, она тут высвечивается, мы можем по-всякому ее издавать, какую-то часть мы хотим ее сделать, дупликейт, мы можем это сделать, у нас есть материалы, у нас есть Material Editor, то есть мы можем добавлять сюда разные материалы, например, добавим сюда Specular, чтобы больше у нас было отблеску, и видите, он сразу блестящий стал, то есть все это вы делаете прямо в этом IDE, вам не нужно, то есть каждый раз, то есть кто работает тут, он знает, что если это делаете во Flex, вы каждые 5 секунд запускаете дебаггер и проверяете, как оно выглядит, тут у вас оно все, и это what you see is what you get, то есть то, что вы тут видите, когда вы этот файл потом перезагружаете уже в готовую аппликацию во Flex, так же самое это будет выглядеть, потому что так же источники света, все находится здесь, вы тут полностью можете создать всю сцену, как ту, которую я вам показал. Окей, еще примеры хочу показать во Flare, то есть язык шейдеров, которые они сделали, которые на самом деле людям помогают, люди, которые больно на самом деле или их не ориентировка, это на расширение возможностей материалов, вы можете писать шейдеры, используя этот язык, и тот, кто знает, когда ты работал с OpenGL, то есть новый OpenGL, который тоже полагается на шейдеры, на написание шейдеров, то есть вы можете увидеть большую сравнение, то есть справа вы видите это FLSL, это язык, который сделали FLR 3D, вы видите, тут пишите обыкновенными, у вас есть обыкновенные переменные, у вас нет никаких опп-код, то есть очень похожи в этом плане, вы на самом деле можете брать шейдеры с OpenGL или с DirectX, просто их портировать относительно легко, так как сейчас у вас есть синтакс, который он очень похожий и интуитивный, вы можете это делать очень быстро, и не ломать голову над Аджа. Компактность кода, я хотел тут кое-что показать, то есть FLR 3D, на самом деле, они мне нравятся тем, они мне нравятся своей простотой, то есть на самом деле, это может быть также недостатком, то есть тут вы видите сравнение, сколько кода вам нужно написать в альтернативе для того, чтобы запустить модель анимационную, и сколько вам этого нужно сделать, такую же модель запустить во FLR, то есть вы видите большую разницу. Я не пытаюсь этим сказать, что альтернатива у них API плохой, альтернатива API, он более сложный, и на самом деле, это потому, что они он дают больше возможности, чтобы на самом деле, манипуляции различными функциями, то есть на самом деле, FLR 3D, он дает простой API, в то же время он вас ограничивает, то есть если вы хотите получить доступ на более низкую резолюцию, у вас этого нету. С другой стороны, если вы не очень опытный с движками трехмерными, и вам нужно очень быстро делать проект, я думаю, что FLR 3D будет для вас более подходящим версией. OA 3D в этом плане, они тоже очень компактные, их API очень компактный, компактнее, чем альтернатива на самом деле. У них есть ID, который называется prefab, 3D, который еще был доступен для прошлой версии, то есть не было, то есть доступен для прошлой версии OA, и версия 2 до сих пор, она находится в разработке, то есть она будет, я думаю, в ближайшие месяцы доступна, так же, как я сейчас показал, эдиторы FLR, вы сможете работать OA 3D, и так как я знаю человека, который разработает эту программу, я уверен, что он будет намного круче, чем то, что увидел FLR 3D, потому что даже их версия, которая для движков, которые не основаны на стече 3D, она очень сильная, вы можете просто загружать модели, делать эдитинг их, то есть прям полигона внутри, UV мэппинг, light maps, вы можете там делать очень много всяких вещей, которых пока что в FLR 3D не сделали, и также в A3D, как я еще это сказал уже раньше, из-за того, что они пытались, чтобы люди, которые работали с прошлой версией, максимально гладко смогли перейти на версию стече 3D, а не на самом деле API, который уже четвертой версии, он на самом деле очень-очень похож на версии 3.6, то есть хочу внести тут чуть-чуть рекламы моей книги, то есть если люди, которые хотят в любом случае начать работать с UAE, никогда не работали, и они хотят работать с четвертой версией, моя книга им очень может помочь, потому что API очень похожи между этими двумя версиями. Специальные настройки. Специальные настройки на самом деле очень важно, то есть иногда есть проекты очень-очень сложные, и что вам недостаточно, то, что вам дает движок, и поэтому понятно, что если вы берете движок, который он open source, который он открытый, как в A3D, то есть это максимум подходит для вас. В этом плане FLR 3D, например, за отдельную плату они вам могут выдать source код своего движка на определенное время пользования. Альтернативы, я так понял, они не выдают, они им дают движок, такой, какой он есть, и они просят, то есть чтобы вы помещали линки только к их нему, то есть для их компании, и альтернативы не дают возможности смотреть, как они внутри построены, и делать какие-то изменения на основе их, на системные изменения. Хотел показать демонстрацию, я еще немного времени, connect, то есть я хотел просто показать движок технический, как он работает. А есть желающие, кстати, тут игра, можно будет поиграть. Кто-то хочет? Это да я. В общем, это игра физическая. Что-то мешает. Здесь, наверное, какая-то... Видите, вы можете ловить... Если шарик упал, он красный, вы пять очков потеряли. А если он серый, то вы... Видите, головой даже могу. Это написана программа на R3, используя native extension, потому что сегодня была лекция ли, которую я давал. Это я использовал в native extension. Кратег, до этого я использовал просто сервер UDP, который я написал на C-Sharp, и я видел, что я не... То есть, когда я использую native extension, я не получил никакого большей скорости. Примерно то же самое. То есть, здесь я использую движок физической R3, как вы видели, FPS очень неплохой, потому что не только что движок берет на себя много, а также, то есть, native extension, этот он все время перерабатывает фреймы с информацией, которую я получаю с Kinect. Окей. То есть, в этом проекте мне нужно было, на самом деле, залезть в R3 в их core, то есть, в классы камеры и линзы, и сделать только изменения, потому что они... То есть, мне нужно было, как видите, очки, которые плюс 5, минус 5 появляются. Это на самом деле двухмерная графика, которая появляется на стейдж обыкновенной, то есть, на двухмерной. Мне нужно было просто делать проекцию трехмерных координат на двухмерной, чтобы в нужном месте появилась вот эта графика плюс 5, минус. И в R3 в них есть, я не знаю, или это поломка, или какая-то проблема, просто если вы пользуете ихнюю функцию с камеры Project, она не дает вам правильные координаты, просто я думал, что это координаты, которые в Screen Space, но оно не получилось. Я, на самом деле, залез туда, добавил пару функций, как видите, добавил функцию в линзы, добавил функцию в камеру, в конце концов, то есть, я сделал так, как хотел. То есть, в других двух движках, на самом деле, разработчики не скажут, окей, ты можешь это просто сделать extension. С другой стороны, иногда у вас очень много, вы хотите, иногда захотите очень много изменений внести в движок, и вы, на самом деле, захотите это делать на более низком уровне самого движка. Поэтому, если вы планируете проект, в котором он будет очень особенный, вам лучше работать с движком, который вам дает возможность в него вовнутрь залезть. Техническая поддержка. Окей, Await Redemption, он щенит, в принципе, это, он имеет самую, такую, я не сказал бы, большую, потому что я не считал, они знают, сколько людей, на самом деле, заходят в альтернативу на ихний форум, сколько введенную. Я знаю, что Await Redemption это, на самом деле, очень живой форум, очень много всяких информации, документации есть в интернете, потому что раньше это у нас было, то есть, Await и Paper Vision относительно движки, которые уже давно существуют, Paper Vision умерли, осталось и Await Redemption и продолжили. Await Redemption, на самом деле, движок, который все время обновляется, все время вносит новые вещи, поэтому всегда есть очень много людей вокруг этого движка. С сегодняшнего дня на Await Redemption написано 4 книги, что на другие движки, в котором вышли, написано тоже пару книг, и на самом деле, движок, он очень хорошо документирован, и Await Redemption и Flare, они также дают вам профессиональную поддержку, то есть, если вы работаете над проектом, и вы готовы заплатить, чтобы на самом деле, люди помогли вам с поддержкой на более высоком уровне, то есть, они предоставляют такое, альтернативы, насколько я понимаю, они через своих партнеров предоставляют такую вещь. Окей, цены, то есть, затраты, понятно, что Await Redemption вам не стоит ничего, Flare 3D вы заплатите, если вы хотите в коммерческих нуждах его использовать, вы должны будете купить его, альтернативы, я понял, вы только должны размещать их лого или линк к ихней фирме, но в конце концов, на самом деле, это решение, это решение является в том, на самом деле, насколько ваш проект будет окупаем, то есть, если вы делаете для какого-то заказчика, который платит очень неплохо, на самом деле, может он пойти и заплатить, то есть, он может взять решение, которое платное, если вы фрилансер или что-то типа того, то может на самом деле вам сэкономить максимум и взять движок, даже с которым вас заставит работать чуть больше. Хотел пару слов сказать также насчет других направлений, то есть, уже до меня человек на прошлой лекции говорил, потому что мы сейчас живем в период такой небольшой революции, то есть, начинают все по чуть-чуть съезжать на HTML5, то есть, что касается разработчиков трехмерной графики, больше идут в сторону WebGL, также у нас есть Unity, UDK, то есть, кто знает Unity, уже в ближайшие версии, в 3.5, они выпустят паблишер на Flash, то есть, я думаю, что в тот момент, когда это произойдет, очень много людей, которые до сих пор работали, то есть, делали трехмерную графику на Flash, они перейдут на Unity, то есть, те, которые могут себе позволить цену, потому что мне пришлось разрабатывать проекты на Unity, и вы можете это делать очень быстро, и вы можете делать вещи, на самом деле, нереального качества, и это очень сильная платформа, просто до сих пор не была проблема, на самом деле, ихний плеер, он имел что-то 3-4% всего распространенности в веб-броузерах, но сегодня, когда это уже будет Flash, это на самом деле, сможете использовать ихнюю мощь, UDK, тоже, кто знает, UDK, это движок, который, известный движок от Epic, тоже они объявили, что в ближайшие из их релизов они будут уже делать паблишинг на Flash, то есть, этот движок, он очень сильный, он очень сложный, на самом деле, уже более для тех фирм, которые профессиональные, умеют делать профессиональный контекст как AAA-игры, подведем итоги, потому что время уже заканчивается, то есть, в принципе, если я обобщу, то есть, как можно характеризовать в общем каждый из этих движков, о котором мы сегодня говорили, то я бы сказал, что Way3D его можно сказать, что он предоставляет самую большую функциональность, в том плане, какие фичеры вы можете в нем найти, то есть, в А3D на самом деле они все время добавляют какие-то новые фичеры, и многие из них очень удобны. Альтернатива А3D, я бы сказал, что этот движок, на самом деле, очень высокого качества, он может быть более сложным для работы, чем другие, но на самом деле этот движок, он очень высококачественный, то есть, столько мне пришлось играться с Альтернативой, я бы не сказал, уж очень много, но в то же время в других движках я находил определенные баги или еще Альтернативы до сегодняшнего дня, я всегда, то есть, когда с ним работал, никогда не натыкался на что-то, что я сказал, что в этом движке что-то нормально. в конце концов, я не могу сказать, на самом деле, как этот движок написан изнутри, могу сказать, как и А3D написано, что я его вывернул наизнанку, когда писал книгу, А3D я не могу ничего сказать, потому что этот движок закрыт, но так как об описании, по крайней мере, архитектуры движка прошлых версий, которые до стэч 3D, то есть, они используют там систему сигналов, движок очень оптимизированный, я уверен, что движок этот у них тоже очень сильный. Флэр 3D, это на самом деле, самый лучший движок для тех, кто так начинает проекторы, потому что они компактный движок, они на самом деле делают все для того, чтобы людям, которые даже не больше дизайнеры, чем программисты, было легко, то есть, начать и делать проекторы трехмерные, и на самом деле, флэр 3D, в этом плане, они лучше других. В принципе, самое главное, то есть, это, я думаю, это ваше желание сделать игру, серьезно, потому что, если нет твердого желания и решительности, то вам дадут любой движок, и вы просто ничего не можете сделать. это, я считаю, это самое главное. Все, спасибо, вопросы. Задаваем вопросы, не стесняемся, кому передать микрофон. Тема была интересна, по-любому море вопросов. Да, прямо руку, лесу руку. Хотелось бы услышать насчет Эдубовского движка. Почему он здесь не присутствует? Профессионный? Да. Я его написал, я написал, то есть, он в списке тех движков, которые я там представил. Я им не пользовался, я смотрел немного, то есть, он открыт, там можно на самом деле увидеть, из чего он состоит. Я не знаю, то есть, мне нечего сказать, то есть, я не думаю, что это какой-то особый движок, то есть, они взяли, создали стандартный API, который основывается на классах Stage 3D, то есть, которые, на самом деле, написали количество определенных классов, которые тебе позволяют, то есть, тебе не нужно будет писать на низком уровне, и все. Смотрел, в конце концов, движки, как Away 3D, Flare, и альтернативы для движки, которые уже работают несколько лет, и на самом деле, их команда не очень профессиональная, они знают, что нужно End User, и они знают, то есть, на самом деле, как делать, как писать движки, у них уже есть опыт с движками прошлого поколения, то есть, я думаю, что если ты захочешь писать свой движок, например, ты захочешь посмотреть на такие движки, как ProSynium, как Starling, это тебе даст какое-то, может, базовое понятие, как архитектура движка выглядит. Если захочешь именно взять индустриального качества движок для создания проектов коммерческих, я думаю, что тебе нужно идти уже на готовые движки из тех, которые я тебе говорил. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а конечный вес SWF, можете сказать что-нибудь по всем движкам? сколько у вас? Померщик у вас здесь. Да, вот график, который я показывал, то есть, может, кто-то меня не понял, что я сказал, высокие графики, которые были, высокие столбики, это были именно весы SWF. То есть, там получилось, что Flare 3D он вышел 130 кбайт, да, да, 130 кбайт, а два остальных они вышли по 118. То есть, в принципе, разница она есть, но она небольшая, но я думаю, что чем больше проект, тем она может стать еще больше. Но на самом деле, я думаю, что сейчас еще рано подводить итоги, потому что, например, Flare 3D они до сих пор на бета, то есть, уже можно работать с их индушком, но он на бета. Away 3D я не знаю, насколько они на бета, в принципе, их индушок уже считается рабочим, а альтернатива тоже. Но я не сказал бы, что там есть какая-то огромная разница между тем, какой ты получаешь в конце концов размеры файлов. Ладно, ребята, спасибо. Повлагодарим Михаилу, это была интересная лекция. Спасибо.